всем привет друзья мы продолжаем нашу модель пожарной машины вот и нам надо сделать сидение я сделал сидение из бумаги для того чтобы показать как это в принципе будет выглядеть как ни странно сидение оказались вот такими вот у нас узкими вот представьте что это такое сидение для одного человека я поговорил со своим заказчиком вот он предположил что это именно так вот судя по тем фотографиям которые у него есть и соответственно вот по этим шаблонам я сделаю каркас и сидушки ну что раскрываем наш вот это вот самодельное сидение и смотрим сколько он но в длину чтобы сделать каркас под него так длина но у нас три сантиметра соответственно сейчас согнем для того чтобы было понимание три сантиметра нам нужно таких четыре штуки соответственно выбираем провод толщина провода 06 это медь единственный вариант который мне подошел таким вот образом мы выпрямляем провод вот так ровненько нарезаем по три сантиметра и и и мы сделали каркас друзья вот поэтому шаблона по бумажке нам сейчас надо сделать 200 дужки одну спинку по ширине здесь здесь и небольшую спинку здесь я попросил романа похотина на 3d принтере распечатать вот такие вот мне сидушки сейчас я вам их покажу он сделал такое достаточно большое количество на всякий случай вот сидушки и спинки и подножки вот сделал вот это вот на 3d принтере обычном толщина миллиметр вот такие вот сидушки но здесь должны быть направляющие которые сам принтер напечатать не смог то есть его не хватило на это поэтому это у нас будет про запас и далее мы распечатали еще на жидко полимерном принтере тоже такие же сидушки но только более продвинутые вот если вы посмотрите внимательно здесь есть вот эти направляющие которые вот нам нужны были вот видите вот это единственный принтер который смог это сделать здесь нам надо еще зачистить потому что здесь были такие вот питатели вот мы сейчас примерим и пас посмотрим как эти сидушки смотрятся у нас на самой машине сначала нам надо их установить поэтому вот это вот рама она садится ровно по направляющей вот посмотрите так я наверное сейчас попробую это сделать установить все на жидкий скотч что все это держалось вот и 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 вот что у нас вышло и это хозяйство нам надо установить вот сюда ну в приблизительном варианте приближенном варианте и покрашу все это нормально сделаю без скотча уже чтобы это было ровненько потому что сейчас она мне немножко косит ну что друзья все это подошло давайте все мы отдельно опять отделим аккуратненько зачистим все покрасим установим и посмотрим что у нас получится для начала обработаем сидушки уберем следы от вот этих питателей вот такая вот у нас получилось гладкая сидушка с ребрами жесткости так что друзья если кому-то захочется сделать скамейки подобные ну или подобные элементы которые очень тяжело самому идти долго делать можно обратиться к роману походину и все это дело у него напечатать вот на жидко-полимерном принтере это все сделано на нем ну а вот эти вот я оставлю про запас на всякий случай далее все это делая загрунтуем и закрасим ну а вот и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok у нас есть вот такие вот ступеньки сидушки у нас получились я думаю они лучше выглядят чем те сидушки которые шли у нас в комплекте теперь аккуратненько установим наши упоры под сиденья пока не знаю как вам показать потому что очень аккуратно туда пролезть вот так вот ставлю в итоге потом покажу попозже не знаю видно вам нет вон этот упор вот он который я поставил за счет этого упора вот это вот подножка не будет падать если упора не будет подножка будет проваливаться вниз поэтому мы этот упор установили вот он также сделаем с обратной стороны гусеницы абсолютно не мешают нашему наши этой арматуре не вот так вот раз и сюда очень аккуратненько ну вот теперь наша сидушка логично установлены и поддерживается как нужно вот антонина вот такой вот у нас упорчик друзья надеюсь помните вы наши рукава которые мы вот делали готовые они у нас были точнее они у нас готовы и есть вот но это еще не все как оказалось у этих рукавов есть еще один у этого комплекта есть еще один комплект то есть третий рукав который который должен находиться здесь вот сбоку вот если вы посмотрите фотографии то в принципе этот рукав будет очень виден то есть сбоку вот так есть третий рукав дополнительный вот есть у меня вот такой вот наборчик мне мой заказчик прислал дополнительную лестницу сейчас мы ее отсечем ненужное и покрасим вот так вот установим так нам надо оставить планку вот эту планочку нам надо ставить поэтому мы срезаем лестницу вот по этот момент очень аккуратненько это будет присоединено вот сюда придется сажать национокрилатный клей отрезаем здесь и отрезаем здесь для того чтобы можно было сюда вот присоединить у нас получится вот такая вот штука будет вот так ребята так сейчас мы все зачистим зачистим покрасим и склеим здесь немножко подрежу так вот у нас дополнительные ремни здесь их 4 нам всего нужно 2 задуем прямо на пластинке так будет удобнее нам и Субтитры сделал DimaTorzok Вот в таком наборе есть смоленные ручки на кабину. Вот эти две ручки мы установим рядом с сидушками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня здесь, друзья, еще осталось два ремня, которые я приспособлю к огнетушителям. Предыдущие огнетушители я ставить не буду, спаренные. Вот, они стояли в разных местах, по одному с каждого края машины. Поэтому мне нужны два ремня. Устанавливаем лестницу. Ставить буду без клея для того, чтобы была потом возможность снять. Мало ли вдруг что пригодится. Она и так становится плотничком. Прям очень плотничком. Ну вот, лестница у нас готова. Очень аккуратно давим на центральную часть. Только на сами диски. Чтобы колеса у нас зашли. Иначе будет очень-очень нехорошо. Все мы можем обломать. Колеса мы тоже установили без клея. Я думаю, он там не нужен. Мало ли вдруг их надо будет подвигать. Теперь, далее, нам надо установить ручки на кабину. Клей нужно совсем немножко. И очень аккуратно. Очень аккуратненько ставим ручку. Ручка должна смотреть в сторону выхода. То есть она развернута вот сюда, вот наружу. Не вовнутрь. Так, вторую ручку установили. Фонарь надо установить вот сюда, вот в паз. Но здесь он такой достаточно... Травленная деталь очень широкая. Ее надо подрезать. Берем ножнички и подрезаем. Так, даем клея. И устанавливаем фонарь. Фонарь. Устанавливаем стендер. Очень аккуратно. Так, по огнетушителю делаем имитацию вот этого держателя. И теперь аккуратненько поставим первый огнетушитель. И последний штрих по этой модели. Устанавливаем последний огнетушитель. Вот сюда. На этом, друзья, я модель закончил. Ну что, друзья, вот мы и закончили наш проект. Я бы сказал, наверное, для меня этот проект был достаточно тяжелый. Потому что, в принципе, модель, она уникальная. Никакая другая компания, кроме компании Land Models, пожарную автоссерну не делает. А также и PMZ-2, и PMZ-7. Ну, и из той же серии все модели. Вот. Пластик достаточно дубовый. Пластик ABS. Деталей, еще раз скажу, немного там их мало. Но все приходилось перепиливать. Потому что машина, практически вся машина, это одна большая ошибка. Но в итоге мы получили вот такой вот результат, который вы видите. Я считаю, что результат достаточно достойный. Но все это с учетом тех дополнений, которые были от компании Петроград. Очень хорошее дополнение. Травление тоненькое, ажурное. Хорошо ложится, хорошо гнется. Не ломается сразу, скажем так, пока его сто раз не перегнешь. Очень советую. Если вы захотите такую модель собрать, советую вам как раз приобрести вот это вот фототравление Петрограда. В итоге мы получили вот такую вот модель. Вот там, конечно, еще были и смоляные изделия, кроме отравления. Вот. Что касаемо вот этой катушки, которую мы сделали с вами, и которую не установили. Так как в баке здесь была дыра, соответственно, в баке дыры быть не может. Потому что оттуда просто вытечет вся вода. Вот. Эта катушка крепилась откуда-то вот отсюда снизу. Вот. Но так как мы так и не разобрались, откуда она крепилась, информации такой нет. По этой машине, в принципе, очень мало информации. Только какие-то старые, очень старые фотографии, на которых еле можно было разглядеть. Как минимум вот эти вот скамейки, которые я здесь устанавливал. Вы смотрели это видео. По этому катушку я поставил ее отдельно. Сюда, так как она все равно собрана, она является элементом этой машины. Катушку я вот сюда вот установил. Оставлю ее одом своему клиенту. По большому счету, я созвонился с клиентом. Он смотрел все это видео. И мой клиент остался доволен результатом. Давайте я расскажу, с чем мы имели дело. Итак, так как здесь пластик АБС, то, соответственно, клеил я все это дело клеем АБС. Есть такой специальный клей. Также можно все это дело, кроме этого клея, приклеивать еще на цианокрилатный клей. Клеил я вот на такой цианокрилатный клей. Называется Идеал. Стоит он 50 рублей. Далее я пользовался шкурниками от компании Имхоби, от Романа Похотина. Очень удобные шкурники. Если захотите, пожалуйста, можете приобрести. Ссылки везде есть. И если что, спросите у меня, я вас отправлю. Также модельный скотч. Далее растворители. Значит, растворитель с желтой крышкой я использовал вместе с грунтом. Я это рассказываю для тех, кто не знает, что с чем убавить и в каких пропорциях. На всякий случай. Грунт амиевский серый, очень густой. Поэтому разбавляю я с растворителем с желтой крышкой в пропорции 1 к 3. Не менее. Хотите к 4, хотите к 5, это уже ваше личное дело. Далее я пользовался красками серии LP. В серии LP, кто-то называет их, я раньше тоже называл их лаковыми красками. Это нитро компании Tamiya. Очень хорошо ложится, мелкодисперсная, достаточно жидкая, жиже, чем обычная томийская краска. Поэтому ложится прямо прекрасно, пленочкой, замечательно и быстрее сохнет, чем акрил. В разы быстрее сохнет. И следующее, это вот бавится с растворителем с оранжевой крышкой серии LP, бавится с растворителем с оранжевой крышкой. Значит, пропорция 1 к 1. Далее я пользовался обычным акрилом, он тоже оказался необходимым. Друзья, все краски необходимы, и акрил, и неакрил, любые. Так что, если вы в самом арсенале будете иметь тоже серию X или XF, акрил от Tamiya, тоже будет неплохо. Тоже использовал вот эти две краски, для того, чтобы покрасить лестницу, вот эти вот рукава, которые у нас есть. Бавил я вот с таким растворителем с белой крышкой, в пропорции 1 к 1. Кто-то может бавить 1 к 2, для того, чтобы получить более жидкую и более прозрачную краску. Ну, по большому счету, вот это все. Все. Будьте добры, жду ваших комментариев. Очень хочется послушать и прочитать то, что вы напишите. Возможно, я в чем-то был неправ. Но все мы делали вместе с моим заказчиком и по телефону, и в WhatsApp. В общем, вся эта история, всю информацию, которую он находил, он пересылал мне. И я все это реализовывал вот в этом проекте. Проект немножко затянулся, да, затянулся, но... Исходя из моих собственных, скажем так, личных проблем, которые у меня были, ну, это уже ладно. Ну, вот и все. Жду ваших комментариев, еще раз говорю. Спасибо вам большое, что вы смотрите мои фильмы. Давайте посмотрим эту машину на круговом обзоре. Всем пока, увидимся, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok